Валерий Седов Предсказуемой победой партии «Единая Россия» завершились в Рязанской области выборы в Государственную Думу. Явка остановилась на отметке 46,88%. По предварительным данным побеждает партия власти, которая почти вдвое опережает коммунистов и справедливоросов. Что же касается самого процесса, то губернатор Рязанской области Николай Любимов оценил ход процесса положительно. По его словам, серьезных нарушений замечено не было. Мелкие же решались прямо на месте. Выборы, я считаю, прошли корректно, спокойно, нормально. Я бы даже сказал, в такой тихой даже обстановке. Тем не менее, борьба была бурная, бескомпромиссная, иногда серьезная. И побеждать, конечно, всем партиям было непросто. Конечно, не было такой мысли меня уйти в Государственную Думу, поскольку выбрали меня люди для того, чтобы я работал здесь, на Рязанской земле, губернатором. И я никакой в этом отношении выбор не менял. То есть это выбор людей. Поэтому я рассчитываю работать и дальше на благо жителей Рязанской области. Ну а те, кто выиграл и по мандатным округам, и по спискам Единой России, думаю, будут представлять нашу область в Государственной Думе в новом созыве. Тихие, как назвал их Николай Любимов, выборы в Рязанской области, впрочем, как и по всей России, проходили три дня. Возможно, это повлияло на итоговую явку. Она, напомню, выше, чем циклом ранее. Любопытно, что голосовали рязанцы на тысяче и одном участке. Аналоги здесь мы проводить не будем, а лучше расскажем, как эта кампания выглядела из Центра общественного мониторинга. Важные моменты единого дня голосования у Германа Гущина. Из-за пандемии выборы, как известно, длились три дня. У каждого избирателя было время хорошенько подумать и сделать свой окончательный выбор. Губернатор Рязанской области Николай Любимов голосовал в четвертом лицее. И первое, на что обратил внимание глава региона, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Три дня для того, чтобы людям было удобно. Кто-то не может сработать и в пятницу, кто-то в воскресенье на даче, кто-то не успевает. Ну, часто бывали жалобы на это. Ну, за три дня уж точно те, кто желает, точно обязательно придут, проголосуют, сделают свой выбор. И я в воскресенье именно пришел голосовать, потому что в пятницу, в субботу больше приходилось наблюдать за тем, как у нас работают участки, как они открываются, есть ли нарушения. А сегодня вот решающий день, когда уже, ну, наверное, окончательно всем надо определиться с выборами. За чистотой выборов в Госдуму восьмого созыва в Рязанской области отвечали три тысячи наблюдателей. Впервые в этом году создали Центр общественного наблюдения. На протяжении всех дней общественники и представители партии следили за ходом голосования. Важный момент. Видеозаписи с избирательных участков будут храниться целый год, если будут разногласия. За два дня на эту платформу было размещено более 12 тысяч сообщений от наблюдателей. Это по региону, да? По региону, да. Все избирательные участки мониторятся видеокамерами. Вот у нас мы видим реальное время, сейчас голосующие люди. А посмотреть было на что. Кто только не приходил на избирательные участки. Вот, например, миньон, а вот водолаз. Не прошли мимо и героя рязанских былин, Авдотья Рязаночка и богатырь Евпатий Калаврат. А еще русская народная балалайка и гармошка посетили один из избирательных участков, где поздравили всех с днем Смайлика. Мы пришли проголосовать и поздравить всех с днем Смайлика. Предварительные цифры трех выборных дней обнадеживают. В Рязанской области проголосовало 428 685 человек. То есть почти 48%. Победу предсказуемо одержала Единая Россия, набрав 49,17%. 156-й избирательный округ Рязанский одномандатный. Красов Андрей Леонидович 39,57%. Струков Олег Николаевич 13,78%. Аверин Александр Алексеевич 11,12%. Скопинский одномандатный избирательный округ номер 157. Хубезов Дмитрий Анатольевич 48,06%. Морозов Евгений Николаевич 14,66%. Шерин Александр Николаевич 13,84%. В отличие от других регионов, в Рязанской области свои голоса люди отдавали без лишнего эпатажа и серьезных скандалов. Так называемые технические ошибки решались на месте. Ну а каждому, кто проголосовал, полагался приз. Ручка, маска и перчатки. Лучше подарков пандемию себе трудно представить. Герман Гущин, Михаил Азуткин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Уже 23 сентября в Рязанском цирке пройдет торжественное открытие 4-го международного форума древних городов. Программа насыщенная. О ней подробно рассказали на пресс-конференции в Министерстве культуры и туризма Рязанской области. Марина Романюк с подробностями. В рамках деловой программы 6-го международного форума древних городов состоится презентация с сайта «Электронная энциклопедия древних поселений Рязанской области». Ресурс содержит информацию о древних населенных пунктах региона, возраст которых около 500 лет и старше, их истории, уникальных объектах, современном облике и туристической инфраструктуре. «Электронная энциклопедия древних поселений Рязанской области» создана Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени Горького. Там же пройдут выставочные проекты, сейчас они на стадии подготовки. Ключевые же события на площадке пройдут 23 и 24 сентября. Ключевые события этого форума – это еще и уникальные фестивали. Сразу хочу сказать о том, что беспрецедентный фестиваль старинных музыкальных инструментов, по крайней мере, я такую афишу никогда в своей жизни не встречал. Это разные эпохи, разные города, это старинные инструменты, уникальнейшие и, естественно, не менее уникальные исполнители. Афишу вы видели, я с удовольствием всех приглашаю на эти концерты, но нужно поторопиться, потому что действительно билетов осталось немного. Это и Средневековье, это и потрясающие русские старинные музыкальные инструменты, и армянские, и западноевропейские. Будет чего послушать, чему удивиться. 25-26 сентября в рамках школы древних городов, которая работает как площадка шестого международного форума древних городов, состоится арт-фестиваль «Городские практики». В этом году школа выходит на улицу Семинарскую, которая когда-то была московской и связывала Рязань со столицей. Несмотря на то, что улица расположена в уникальном историческом месте, является одной из главных улиц современной Рязани, входят во все экскурсионные прогулки и маршруты, сама улица не рассказывает свою историю горожанам и гостям города, не олицетворяет былой статус парадного въезда. Участники арт-фестиваля попробуют это исправить. 23 сентября мы называем этот день «Рязанский день». Идея этого дня была поддержана Министерством культуры и туризма и губернатором Рязанской области, когда в прошлом году в условиях пандемии мы вынуждены были провести рязанскую сессию и весь 11 дней посвятить изучению рязанской истории. В течение нескольких дней Рязань в очередной раз превратится в культурный этнографический центр. С подробной программой форума можно ознакомиться на сайте правительства региона и в социальных сетях мероприятия. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Новая технология онкообследования ПЭТ-КТ сегодня доступна в Рязани, но она не замещает собой традиционные МРТ или УЗИ, а скорее дополняет их. Об этом эксперты ПЭТ-технологи говорили на встрече с рязанскими врачами и пациентами. Диагностика методом ПЭТ-КТ позволяет точечно определить очаги поражения и выбрать оптимальный курс лечения. Если бы не было второго компонента трейсера, то есть той молекулы, которая ведет этот радионный вид и заставает его задержаться там, и он нам интересен, то мы бы видели просто силуэт человека, равномерно испещренный темный пэт. Рассказывая о технологии ПЭТ-КТ, зав. отделением лучевой хирургии центра в Балашихе Денис Королев старается быть дотошным и убедительным, чтобы сомнений в нужности этого метода не было ни у кого. Да, мы имеем дело с радиоактивным изотопом, который как маркер на снимке обозначает все пораженные участки, но ПЭТ-КТ – это система точной идентификации метастаз. ПЭТ-КТ ни в коем мере не исключает необходимость проведения компьютерной томографии обычной, МРТ, рентгеновских исследований, УЗИ. Это плюс к имеющимся диагностическим возможностям в онкологии и медицине в целом. Поэтому ПЭТ-КТ позволяет индивидуализировать лечение. Вот он аппарат, внешне напоминающий обычный томограф. Вот только специфика у них немного разная. ПЭТ-КТ – это своеобразная система слежения и опознавания пораженных участков. Радиоизотопы выполняют роль маячков. Мы оцениваем не только распространение опухоли, ее величину, уменьшение, но и интенсивность опухоли. Насколько у нее высокий метаболизм, насколько она готова к росту, так сказать. Да, потому что по уровню свечения именно оцениваются вот эти вот вещи. И да, на сегодня эти услуги, эта услуга ПЭТ-КТ-сканирования, она в Рязани представлена. И нашим пациентам она оказывается в полном объеме. Для Рязани центр ПЭТ-технологий – важнейший элемент всей системы регионального здравоохранения. Мало того, что процент точности диагнозов, а значит и курсов лечения, теперь станет значительно выше, так еще и опция этого исследования для рязанцев абсолютно бесплатна. Наличие ПЭТ-установки и центра, которым проводится ПЭТ-КТ в Рязанском регионе, является большим подспорьем для врачей-онкологов. То есть в настоящий момент мы имеем возможность направлять пациентов для проведения этого исследования непосредственно в этот центр по системе ОМС. То есть, по сути, пациенты никаким образом финансово не участвуют в проведении данного исследования. Наличие центра в Рязани позволяет проводить это исследование гораздо более оперативно. Самый большой плюс метода – возможность контактировать с врачами напрямую. Для тех, кто твердо намерен выйти победителем в войне с онкологией, это жизненно важно. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Спустя несколько месяцев томительного ожидания театр снова встречает зрителей. 234-й театральный сезон открыли в Рязанском театре драмы спектаклем-бенефисом «Голливуд» крупным планом. Тут хватит на шесть важных фильмов. Это «Притча о Соломее». Режиссером я возьму Демиля. Демиля? Да. Мы сделали с ним много фильмов. А о Соломею будете играть вы? А кто же еще? Я бы спросил. Спектакль «Голливуд» крупным планом изначально ставили к юбилею народной артистки России – Людмилы Коршуновой. Но из-за пандемии коронавирусной инфекции пришлось отложить. И вот долгожданная премьера. На открытии 234-го театрального сезона министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов поблагодарил всех тех, кто непосредственно причастен к театру. Но самые главные слова в этот день звучали в адрес Людмилы Коршуновой. Вы такая яркая, такая настоящая. Вы заставляете нас думать. Вы заставляете нас ходить на спектакли не один раз с разными компаниями и обсуждать, обсуждать, говорить о вас, о спектакле, о театре, о ваших партнерах. И сегодня я хотел бы поблагодарить режиссерскую группу. Хотел бы поблагодарить блистательную трубку. Ну и, конечно же, главную героиню сегодняшнего вечера и нашему театральному пространству. Любилу Коршунову. Спасибо. Постановка о трагической судьбе некогда культовой актрисы немого кино. На протяжении многих лет мир был у ее ног. Однако со временем в жизни началось стремительно врываться кино звуковое. И актриса стала ненужной. В момент, когда, казалось бы, ее жизнь растоптана, буквально из ниоткуда появляется молодой сценарист, который берется за ее произведения. Я люблю стрельцов. Им можно доверять. Спасибо. Я хочу, чтобы этим занялись вы. Я? Я занят. Я только что закончил сценарий, у меня теперь другой заказ. Меня это не волнует. Послушайте, я дорого беру за свои услуги. Тысяча долларов в неделю. О деньгах я бы не беспокоилась. Вы получите достойное вознаграждение. В этом году 234-й театральный сезон будет коротким. В январе здесь начнут ремонт. Но актеры надеются, что спектакли, которые они ставили для рязанского зрителя до Нового года, успеют прокатить широко. К этому театр драмы специально готовился. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова